Здарова геймеры, с вами снова Рима, сегодня мы посмотрим на самые ожидаемые игры в этом году, либо в следующем, либо через два года, короче, самые игры, которые я жду, отмечу, я жду. Если вы любите реальные игры, а не попсовый, типа как пубок, либо еще какого-то говна, то обязательно поставьте к этому видео лайк и поехали. Пятое место. Kingdom Come Deliverance, или как некоторые называют, симулятор средневековья, где нет драконов, всяких магов, гномов и прочих персон, которые нам реально надоели. Полный хардкор, полностью все максимум реалистично, вы погружаетесь в средневековье, где начинается полная заваруха в богемии, где там затрон начинают друг другу бошки отрывать, короче, в этот момент вы тут появляетесь и начинаете выживать. В игре не линейный сюжет, что позволит игроку примерить шкуру злодея, либо просто героя, ну там, как вы захотите, хотя есть сюжет, то есть он есть, вы должны проходить, вы можете его проходить по-разному. Также в игре есть такие NPC, как их разработчики называют, живые NPC, у каждого NPC есть свое дело, то есть он идет, работает, идет, короче, бухает в таверне, либо еще что-то, у этого NPC происходит горе, например, если у этого NPC украли когда-то молоток, он пришел на работу, не увидел свой молоток, пошел, короче, с горя набухался, да, и так далее. Ну что ж, посмотрим, поглядим. По поводу боевой системы здесь очень разные, много споров, что боевая система говно, либо боевая система не говно, кто-то оценил, кто-то не оценил, короче говоря, здесь такая специфическая боевая система, где вам нужно, ну реально думать, вы не сможете прокачать свой перс, чтобы он там всех рубил, как в некоторых играх, а думать своей головой и, конечно же, другими конечностями, не те конечности, о которых вы подумали. В общем, боевая система здесь более приближена к реалистичностью, как у вас на экранах, и тут я уже судить ничего не могу, потому что я еще в нее не играл, я ее жду, поиграем, посмотрим, потупе помираем. Kingdom Come Deliverance выходит на русском языке без озвучки, ну, видать, чуваки на озвучку сэкономили, хотя, ру комьюнити, мне кажется, большое, большое, посмотрим, посмотрим. Ну что ж, игра выходит 13 февраля 2018 года, это совсем скоро, если вы смотрите это видео в 2020 году, значит она уже давно вышла, поехали дальше. Да, 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 это космос, ребята, космос меня никогда, никогда в жизни не отпустить, я даже после смерти буду, наверное, в космос летать, хотя я в этом убежден. В общем, X Foundation, X4 Foundation, это после X перезагрузки серии легендарный X, где человеку, игроку предстоит создать свою собственную космическую империю, торгуй, воюй, строй, производи. В общем, все, что ты хочешь, к сожалению, может быть, даже к счастью, ты можешь, это будет везде, только в одиночной игре, то здесь нет онлайн игры, хотя, блин, от этой онлайн игры, ты знаете, Оля, так вот по горле мне стоит, это онлайн игры. Просто хочется после работы прийти, посидеть, поиграть немного, чтобы ни от кого не зависеть, все брать под контроль, короче, самому. VX Fan Deutsche, наконец-то, нам позволит управлять несколько кораблями, я имею ввиду, пересаживаться на другие корабли и их лично прямо управлять, не то, что это было в прошлой серии, где-то я даю скунс, так называемый, и все, и ты, короче, жопой туда прилипнул, ты можешь ходить по нему, либо по станции, и все, а другие корабли ты управлять не мог. Это все дело вроде бы исправляют, и они, типа, прислушивались комьюнити, которые просто орали, срали, пищали, то, что вот, вы такие-сякие, туда-сюда, игра скучная, и тогда, хотя, да, там отрицательных очень много отзывов. В общем, корабли туда-сюда, и возможность пилотировать другие корабли, и построить свою собственную империю, как я уже говорил в начале этого отрывка, все будет, все будет, дата выхода неизвестна, потому что анонс был только в августе, если меня память не изменяет. Планеты есть, но на них садиться, к сожалению, пока что нельзя, в общем, вот так вот, поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Да-да-да-да-да, я знаю, что вы будете говорить, что она не выйдет никогда, ты постареешь, она еще будет разрабатываться, и так далее, и тому подобное. Стоп, стоп, она выйдет, когда, вот, вопрос другой. Я не знаю, что ей говорит по этому поводу, я не буду вам говорить, сколько они бабки собрали, как обычно все говорят, вот они столько бабок собрали, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Короче, сейчас идет 3.0, там делать нечего, ну там есть, конечно, контент и так далее. Стар Ситизен, ребята, которые собрали огромное количество денег, и вокруг этого проекта очень много слухов, и позитивных, и негативных, и тому подобное, и так далее. Ну, как вы уже поняли, это игра в почетном месте. Да, Стар Ситизен, где игрок играет с другими игроками, здесь будет экономика, как в Ив Онлайн, кто знает Ив Онлайн, тот поймет, о чем идет речь. То есть, все будет производиться игроками, насколько Крис Робертс обещал еще при анонсе, хотя, возможно, что-то он там уже, наверное, много чего наговорил, и, возможно, половина не будет реализована, возможно, будет реализовано, но это будет в 2025 году, возможно, в 2030 году, возможно, в 2020 году. Факт в том, что в 2018 году есть контент, но не такой уж прям обширный, то есть, альфа 3.0, который я снимал, там за 40000, короче, получилось просмотров. Ну, если вы зайдете в комментарии под последним, перед последним видео по Стар Ситизену, то вы поймете, о чем я говорю. Я ее жду, я надеюсь, что этот проект выстрелит, потому что Elite Dangerous меня очень сильно зарочаровал, хотя тоже игра прикольная и так далее, но это разные игры. Здесь большие возможности, посадки на планеты, строительство космических баз, общение, печенье, туда-сюда, вы можете создать свою собственную корпорацию, ну, когда это все будет, неизвестно. Почему эта игра находится в моем топе, да, потому что я жду эту игру, вот я ее жду, я желаю удачи Крис Робертсу, корпорации Гик, чтобы у них все чики-паки было, чтобы получилось, и давайте, ребята, быстрее делайте, ну, уже хочется сесть на планету, кого-нибудь ограбить, уйти там и тому подобное. Кстати, остерегайтесь группы ВК про Стар Ситизен, не пишите ничего плохого про Стар Ситизен, вы можете быть забанены, хе-хе-хе, ладно, а тут можете обсирать меня, Стар Ситизен и так далее, тому подобное. Поехали дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Довольно долго я наблюдаю за этим проектом, мы как-то снимали с вами первый взгляд, когда ко мне сами разработчики обратились, сделай, короче, видео, мы там на Кикстаркере открыли проект. В общем, я сделал видео, и я так, знаете, не обратив внимания, не посмотрел, потом почитав, что они там делают, какие у них планы, я сначала не поверил. В общем, это тот же Space Engineers, но онлайн версия, Dual Universe, двойная вселенная, которая уже доступна в альфа-тестировании с сегодняшнего дня, 26 января 2018 года. Заходите, переходите по ссылке, ссылка в описании, торговля, шахтерство, битвы между альянсами, между корпорациями, битва за ресурсы, политика, все это вас ожидает в Dual Universe. И самое интересное, это как EVE Online, кстати, они тоже были вдохновлены, экономика EVE Online, здесь все будет происходить на одном сервере, вы представьте, я не знаю, как они это реализовывают, но у них это очень хорошо получается. Собственно, движок, все дела, будем надеяться, что у них получится, короче, тот же Star Citizen, только с одним отличием, то, что ты можешь здесь строить свои собственные корабли сам, проектировать и строить, так же и базы. Поглядем, посмотрим. 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 Продолжение следует...